Больше 800 грузовиков застряли на границе Беларуси с Евросоюзом. Коллапс в литовском и польском направлениях. Заложниками ситуации, в которую всех ввергла Варшава, стали перевозчики из разных стран, в том числе ЕС. Полтысячи фур в Козловичах, остальные в Бениконях, Каменном Логе и Котловке. Недавно Польша приостановила работу своего пункта пропуска Бобровники. Отсюда все проблемы. Пошли на это без всяких оснований, не подумав при этом и о своих гражданах. На белорусско-польской границе в очереди около 200 легковых автомобилей. На рубеже с Литвой больше 100. Вильнюс вслед за Варшавой тоже прекратил взаимодействие с нашей стороной. Без объяснений. Страдают в итоге водители грузовиков и обычные люди, которые сутками ждут зеленого коридора. Поляки Беларуси против официальной политики Варшавы. Руководство соседней страны вновь призвали одуматься и вспомнить о мире. В Гродно у здания Генконсульства Польши опять собрались люди. Не помешал и дождь. Пришли с лозунгами, флагами, плакатами. Спасибо большое за поддержку. Мы очень надеемся, что скоро все станет на круги своя и мы сможем спокойно ездить в Польшу. Высказать позицию вышли не только белорусы, но и представители Союза поляков в нашей стране, люди разных возрастов и профессий. Возмущены чередой закрытий пунктов пропуска. Надеются, что смогут донести мысль. Давайте дружить. Вражда и закрытие границы ни к чему не приведет. Люди в шоке от действий властей соседней страны, в том числе и по отношению к ним, этническим полякам, которых в один момент лишили многолетних родственных и дружеских связей. Группа активистов Союза поляков пришла сюда, к Генеральному консульту Республика Польша, чтобы показать свою гражданскую позицию на предмет несогласия с закрытием погранперехода Бобровники. Между простыми поляками и простыми белорусами нет никакой вражды и нет никаких противоречий. Это все политиканство там наверху. Это никуда не годится, потому что мы соседи, мы всегда дружили, всегда друг с другом общались, ездили друг к другу в гости, там родственники и там, и тут живут. И поэтому закрывать границу общения ни к чему. Я жду благоразумия от поляков. Я думаю, что все-таки они услышат глаз белорусов и глаз своего народа. Ведь поляков едет очень много в Белоруссию, очень много друзей, родственников. В конце концов едут заправляться, продукты купить у нас сейчас дешевле. Едут и мы хотим туда ехать. По данным одного из польских информагентов, со ссылкой на МИД страны, дипломаты консульства Польши в Гродно уже покинули Беларусь. Год назад Россия начала специальную военную операцию на Украине. Этот шаг стал следствием обостряющихся противоречий между крупными геополитическими силами. Сегодня стало очевидно, что западные страны целенаправленно ставили на разжигание конфликта с Москвой. Последнее подтверждение – заявление Меркель, Оланда, Порошенко о том, что они и не думали исполнять Минские соглашения и намеренно их саботировали. Запад изначально готовился к наступлению на восток. Какое наступление должно было быть первым на Донбассе или на западных границах Республики Беларусь, прошедший год дал ответ. Все-таки первый удар планировали нанести с территории Украины. Все к этому было готово. Была велика роль в этой потенциальной агрессии не только Украины, но и Польши, но и Литвы, если говорить о странах Прибалтики. Что все это поддерживалось и спонсировалось Соединенными Штатами. Маркером выступила военная доктрина Украины 15-го года. Там конкретно Россия была названа военным противником. Это, во-первых. Во-вторых, ставилась задача по наращиванию военной инфраструктуры в южных и восточных областях Украины. И переизлокации в эти регионы целого ряда соединений войск частей. То есть шла подготовка именно к вооруженному противостоянию с Россией. В апреле 2014 года Жизинский сказал, что мы должны в Украине для России выстроить Вьетнам. То есть он его основал тем, что США проиграли в Вьетнаме только благодаря тому, что Советский Союз поставлял вооружение, военную технику Вьетнаму. И таким же образом он предложил отплатить России для того, чтобы взять реванш. Украинский конфликт показал и полную неспособность нынешних международных структур предупреждать и решать подобные кризисы. Сначала спецоперации именно Беларусь делает все, чтобы противоборствующие стороны сели за стол переговоров. И впервые это случилось еще в феврале прошлого года на нашей территории. Но как только разговоры о скорейшем мире стали воплощаться в жизнь, Киев отказался от продолжения диалога. Вероятно, сделано это было именно по указке США, которые заинтересованы в том, чтобы кризис продолжался. Об этом накануне в интервью китайским медиа говорил и белорусский лидер. Александр Лукашенко убежден, россияне готовы к переговорам. Конкретные шаги должны быть именно со стороны Вашингтона. В 2014-2015 годах здесь, в Минске, были приняты Минские соглашения. Нормальные договоры. И Украина подписала эти договоры. Надо было следовать этим путем. И сегодня гарантия Донбасс был бы украинским и управлялся из Киева бы. Уже давно всякие шероховатости были бы забыты. Не торопитесь. Придет время и вы оцените, кто прав, кто виноват. Некоторые в России говорят, знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию. А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине-России был неизбежен. Если бы Россия не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были более тяжелыми. При этом европейские политики позволяют себе называть Беларусь соучастником украинского конфликта, в то время как сами поставляют Киеву вооружение на миллиарды долларов. Минск же лишь следует своим союзническим обязательствам, несмотря на все попытки западных соседей втянуть нас в этот конфликт. Беларусь не поддается на провокации, но в случае агрессии ответит молниеносно и убедительно. Четкую позицию Минска по этому вопросу Александр Лукашенко объяснял не единожды, в том числе накануне в интервью к китайским СМИ, а также неделю назад во время общения с западными журналистами. Следующие выборы США станут бомбой, считает наш политический обозреватель Глеб Лавров. В его международной рубрике «Лавров за гранью» сегодня марафон скандалов, интриг и расследований. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Главная новость недели и следующих почти двух лет в том, что в Штатах раньше официального срока, хоть и не в 4 утра, без объявления войны стартовала электоральная кампания. Сначала два года все, всех, везде грязью американцы поливают, а потом выбирают самого забрызганного. Не успели новенькому, только чеканенному Обаме, премию мира чеканной монетой выдать. Как он войну тут же и начал. Но так бы республиканцы сами себя компроматами и добили, не дожидаясь перитонита. Однако случилось в Агайо спасительное для них ЧП. Поезд с химикатами с рельсов сошел. Один из их конгрессменов по итогам визита предложил всех будущих и нынешних кандидатов и президентов оптом у психиатра о свидетельство в Иваке. Еще одна жесткая авария с маршрутным такси, вторая за неделю. К счастью, на этот раз никто не погиб. На трассе Бобруйск-Глуск столкнулись маршрутка и сельхозтехника. По предварительной информации, тракторист при выезде со второстепенной дороги не уступил микроавтобусу. В салоне было 20 пассажиров. Всех пострадавших, среди которых ребенок, доставили в больнице Бобруйска для обследования. Девять из них останутся в стационаре. У пострадавших комплексные травмы, переломы, ушибы. ГАИ и Минтран сообщили об усилении контроля за соблюдением правил перевозки пассажиров и особое внимание маршрутным такси. Дано поручение обратить особое внимание на выявление возможных фактов переоборудования транспортных средств путем увеличения количества пассажирских мест для перевозки пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства, а также выявление пресечения таких нарушений права дорожного движения, как отсутствие допуска к участию в дорожном движении, превышение скоростных режимов движения. Комплекс мероприятий предусматривает проведение рейдовых мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования Республики Беларусь, а также профилактических мероприятий, позволяющих повысить безопасность дорожного движения. Определены наиболее небезопасные маршруты, на них и усилят контроль. Более 180 обращений граждан поступило на горячую линию госконтроля. Люди жалуются на работу операторов мобильной связи. Кроме низкого качества связи, у беларуса возникли нарекания и по поводу скорости интернета в сельской местности, а также полного там отсутствия связи на кнопочных телефонах. Поступают жалобы касаемо необоснованного подключения дополнительных услуг, сервисов, из-за чего списываются сосчитать деньги. Сетуют также на предоставление неполной информации о тарифах или, к примеру, об условиях приобретения оборудования. Замечены и необоснованные запросы операторами сведений о персональных данных, смена тарифных планов или изменение условий их предоставления без согласия клиентов. В настоящее время Комитетом государственного контроля проводится комплексный анализ деятельности операторов сотовой и подвижной электросвязи. В зоне внимания Комитета также находятся вопросы эффективности финансово-хозяйственной деятельности операторов и выполнения ими мероприятий по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры. На горячую линию Комитета по номеру 191 поступают около 60 звонков в день. Некоторые проблемные вопросы уже решены. Ведется работа по устранению недостатков и нарушений. В Слуцке, как по маслу, пройдет не только этот день, но и весь год. Сегодня город Брент, давно признанный в мире, де Юре стал культурной столицей страны. Торжественная церемония инаугурации в месте, где обитают музы. Возле Дома культуры на Большой горке еще с утра все было готово к широкой масленице. Ярмарочное гуляние, овертюра праздника, который продлится до следующей зимы. Узоры со знаменитых слуцких поясов – базовые элементы ферменного стиля новой арт-столицы. Оригинальные проекты подготовила каждая из 16 культурных институций города. Акция позволит презентовать Случину как развитый социально-экономический регион и подчеркнет нашу туристическую привлекательность для белорусов. В течение этого года будут проходить выставки и прежде всего наших слуцких художников. Первая премьера года – книга «Случина. Помножаем створное». Страницы прошлого и настоящего тысячелетнего города, в котором родился отечественный балет, создавались шедевры искусства. Как раз сейчас на возрожденной, по поручению президента, фабрике завершают новый пояс с легендарной меткой в граде Слуцке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...